Ладно, давайте сделаем запись, потом мы ее обрежем, и я думаю, будет все хорошо. Давайте начнем сначала. Наша основная задача этого вебинара, как и звучало, готовьте саня летом, хранилище весной. Почему вопрос возникает хранить весной, подготовить хранилище? Все хозяйства освобождают свои закрома от картофеля. Кто-то хранил удачно, кто-то неудачно. Бывают растительные остатки, бывают люди начинают пересматривать системы хранения, системы выращивания, ну и вообще, в принципе, пересматривают свою политику в связи с финансовыми показателями сезона. Я думаю, что вот сейчас у меня сформировалось, я думаю, Костя, Константин Николаевич, да, Ковыляев. Алексеевич, я думаю, не важно. Алексеевич, да, прошу прощения. Да, мне страшно. Вот, в принципе, почему нужно готовиться к хранению весной? Ну, я вообще хочу сказать о том, что не только к хранению надо весной готовиться, но вообще, ко всей технологии, да, которые мы осуществляем, начать надо хранить, готовиться уже осенью, да. То есть, потому что ошибки частично заметны у нас уже в осенний период при уборке, да. Зачастую это вещи, которые связаны с тем, что какие-то недосмотры были в поле, какие-то были приняты неправильные технологические решения, да. Значит, я бы, в первую очередь, когда мы говорим о системах хранения, да, люди, наших уважаемых коллег, просил бы обратить пристальное внимание не на то, как они хранят, да. Почему? Потому что это только финишная черта, вот, ну, перед той чертой, когда они уже будут отгружать. Сначала, опять же, надо задуматься над тем, какой продукт мы хотим продавать, да. То есть, ну, и уже исходить от этого. То есть, если мы продаем картофель, да, то мы хотя бы должны определиться, на какой сегмент мы выходим. То есть, мы выходим, там, на рыночный сегмент, мы выходим на сетевой сегмент или на какие-либо иные сегменты. В зависимости от этого нужно правильным образом подобрать сорта картофеля. То есть, плюс к всему прочему, эти сорта должны быть, условно говоря, согласованы с той потребностью, которая существует в конкретно взятом регионе. Ремион у нас разный, кто-то любит, соответственно, белый мягкий, кто-то желтый мягкий, соответственно, кто-то любит красный кожуру, кто-то любит с розовым, кто-то с гладкой, кто-то с сетчатой, ну, и так далее. И, к сожалению, все эти виды картофеля, там, не только картофеля, да, мы говорим сейчас вообще, в принципе, про весь борщевой набор. Ну, на картофеле это проще всего разбирать просто. Они все имеют свои сортовые особенности, которые достаточно сильно потом проявляются при хранении, да, то есть это количество сахаров, это количество сухого вещества. К сожалению, наши агрономы очень слабы знают биологию, да, поэтому мы уже на предварительном вебинаре вот говорили об этом, еще раз повторюсь. Это огромная проблематика, то есть мы, когда выбираем сорт картофеля, да, мы ориентируемся, что сеть нам заказала, условно говоря, галу, и мы дальше не смотрим, каким образом вырастет она у нас, не вырастет, какой величины она у нас вырастет. Какие к ней конкретно будут предъявлены, значит, условно говоря, требования в процессе хранения, в процессе выращивания, в процессе уборки, в процессе закладки ее в хранилище. Значит, и это самое главное, потому что я, например, недавно делал опять бизнес-путешествие по Тульской области, у тебя два хозяйства, буквально на расстоянии 20 километров, в одном та же самая гала имеет, ну, самые перфектнейшие, в другом она имеет вид, который, ну, в общем-то оставляет желать лучшего. Но при этом хранилище стоят одинаковые, то есть лягто допущен, скорее всего, не на стадии хранения, а где-то там посередине, и в результате чего 10, 15, 20 процентов товарной массы, если мы теряем 20 процентов товарной массы, даже при сегодняшней цене, там, 10 рублей в килограмм, да, вот она там буквально днями сформировалась, то мы имеем на тысячу тонн, ну, скажем так, 10-миллионную потерю. Я не думаю, что какое-то предприятие готово, так сказать, нести такие потери. Поэтому вот моей задачей вообще, в принципе, является, скажем так, компиляцией вот этих данных для того, чтобы уже человека привести там либо вот к Владимиру Николаевичу, либо к Юрию Васильевичу с тем, чтобы он понимал, что он хочет хранить, да. Потому что он уже знает, что он будет продавать, следует, он знает, что он будет выращивать, следует, он уже знает, как он будет выращивать. Остается дело за двумя вещами. Правильно заложить и правильно сохранить. Но все эти пять вот этих вот вопросов, они являются, вот как на ладони, пять пальчиков, да, они все являются единым целым. Даже как Маяковский берут, если в партию сгрудились малые, сдайся в рак замри или ляк, партия руками лена палая, сжатая в один громящий кулак. Вот только тогда, когда мы все делаем правильно, да, тогда мы получаем громящий кулак и выходим на рынок, а не раскресленные вот эти вот там пять отдельных пальчиков. Что-то еще могу добавить, как говорится, если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Чисто по экономике могу пройти, по тому, как мы идем в экономическом смысле, в финансовом смысле, с экономическими показателями. Вот, например, один из моих вопросов, который я к вебинару готовил, да, это является тот вопрос о том, что вообще стоит ли хранить картофель, например, тот же самый картофель. Казалось бы, ответ уместный. Да, сто процентов. Ну, давайте просто возьмем просто элементарные условия 2019-2020 года. Значит, картофель стоил в октябре месяце 2019 года, Виктор, не даст соврать, мы были вместе в тот момент в Туле, он стоил 6 рублей килограмм. К марту месяце, к апрелю месяце, к учетам, так сказать, по панической ситуации на рынке ввиду коронавируса, он поднялся до 10 рублей килограмм. То есть, если мы возьмем все возможные плюсы и минусы, то получается, что он дал нам прибавку в 70 копеек приблизительно за месяц. Я вас уверяю, граждане, да, 70 копеек за месяц у вас съестся просто-напросто дополнительная работа и на переработку. Даже не говоря о том, какая бы экономная, какая бы экономичная система хранения у вас не стояла. Как мало бы электроэнергии вы не потребляли. То есть, только усушки, только, значит, соответственно, снижение турбера и уменьшение веса картофельных связанных с хранением, плюс затраты на переработку товара, который дошел у нас до конца марта, все это съедят. Поэтому вы всегда должны грамотным образом задумываться, какое количество я хочу сохранить. То есть, и до какого месяца, да, почему? Потому что вот зачастую это очень многие люди просто не делают, да, не наблюдают какие-то ценовые тренды или еще чего-то, не работают с профессиональным там консультантом, ну, типа, там, опять же скажу, типа меня, да, то есть я в этом отношении к профессиональным консультантам, потому что есть компании, которые работают и в сетевом сегменте, есть компании, которые работают в инженерии и в финансовом сегменте, да. Поэтому, ну, вот, я точно знаю, скажем так, с вероятностью, поэтому, ну, вот, я точно знаю, скажем так, с вероятностью, там, 8-90 процентов, каковые цены будут, там, в январе, феврале и так далее, да. И тогда я могу вам точно сказать, может быть, в этот раз, да, лучше заложить то-то, да, ну, значит, лучше заложить картофель, да, побольше, да, поменьше моркови. Но в этой ситуации мы сталкиваемся с той проблемой, которую вот очень хорошо для Васильевича, да, это вопрос универсализации хранения. К сожалению, таких абсолютно универсальных хранениях мы пока не имеем, да. Вот, пока вот такая вот преамбула, в общем, разговору, дальше я бы хотел послушать коллегу уже непосредственно по вопросам к хранению. Хорошо, давайте, коллеги, у нас звук задваивается, поэтому прошу, я буду адресовать вопрос, остальные, выключайте микрофон, потому что все-таки задваивается. Давайте начнем с Вадима Николаевича. Вадим Николаевич, ну, вы специалист в области, типа, типовых хранилищ, да, я бы сказал так, которые в большинстве в стране в нашей распространении. Какие типичные ошибки создают представительные данные хранилищ и пути их решения, можете подсказать? Ну, наверное, да, попробую подсказать. Наверное, да, наверное, попробую подсказать. Тут я думаю, что мнение, наверное, все равно миллион существует, но не миллион, а по меньшему разу. Я свое мнение скажу, да, или оно, в принципе, наверное, чем-то подтверждает, как с роботом так не состоится. Я хотел еще маленечко Константину по абонировке еще. Ну, наверное, может быть... Я готов к этому абонированию, да. Да, я говорю, я хотел что сказать. Чуть-чуть, может быть, некорректно прозвучало, нужно хранить картофель или не нужно. Нет, хранить, конечно же, нужно. Если мы просто говорим о том, что картофель кушать надо всегда, правильно, Весь? Не только осенью. Я понимаю, что экономическая безобразность, да? Да, экономическая безобразность, да. Вот, наверное, да, если говорили об этом, то здесь, наверное, да, об этом стоит задуматься, абсолютно правильно сказали. То есть есть бизнес-целесообразность, а есть государственная безобразность. И поэтому, вот я уверен, мое мнение, да, Вадимка, оно связано с тем, что как только бизнес проявляет определенного рода характер, да, то тогда государство начинает нас поддерживать уже в этих вопросах. И мы не имеем такого беспредела в сетях, когда нам возвращают просто, вот почему такая цена низкая, да, она же на полке не такая низкая. Но мы имеем ее такой низкой по одной простой причине, что сети, да, они, по сути своей, устраивают определенного рода беспредел, да, который там связан с простейшими вещами. То есть я привез картошку, у меня ее приняли, а у кого-то не приняли, или наоборот, да. В результате это, в принципе, у нас сегодняшняя сдача в сеть представляет большей части лотерею, а не какие-то сдачу по объективным факторам. Вот когда я был в Германии, в Голландии, приезжаешь там к фермеру, и говоришь там, у меня кооператор говорит, слушай, а как ты сдаешь в сеть? Он говорит, ну как, я соответствую требованиям. Я говорю, слушай, какая классная у тебя страна, ты просто соответствуешь требованиям. А у меня соответствие, несоответствие требованиям не значит вообще ничего. То есть мои глаза не понравились, мои ладони не понравились, я слишком толстый оказался, очки мои не понравились, вероисповедание, или еще что-то. И мой товар развернули обратно. Я несу штрафу, громадный, да, за недопоставку 25%. Это же ад, да, то есть в результате чего я вылетаю в углы, да, и следующую машину я вынужден покупать уже дешевле. Ну, согласен, наверное, присутствуют такие элементы, да, тут элементы ментальности нашей, маленечко они накладывают, наверное, свой отпечаток. И вот по поводу хранения, да, ну, наверное, перекликаясь, пытаясь ответить на вопрос, который задал ведущий, и вот еще ваше же выступление, как бы, да, я согласен с вами, вот тоже были в Кульской области в этом году, и по поводу качества хранимого продукта возникали как раз вопросы, которые наводили на определенные мысли. Правильно ли запроектировано? А правильно ли задумано и продумано? То есть в итоге был я там у них осенью в начале закладки, а был зимой, когда закладка была уже завершена. Логистическая зона была там забита картофелем, но уже там толщиной 2-3 метра лежала без вентиляции, просто реализовывалось. Первый момент этот картофель, ну, естественно, как бы там местами он тек, ну, вот что мы... Ну, дальше мы видим, где картофель крадеющий, поступающий, ну, и так далее, распространение болезней... Да, ну, то есть, соответственно, как бы, к чему это приводит? Сам же собственник понимает, да, что он этот картофель весь в таком объеме сумасшедшем, который у него нарос, он его реализовать не сможет. Он начинает демпинговать. Отсюда одна из причин низкой цены. Вот хотим, то не хотим. Вторая, как бы, причина... Мы пропали. В том, что он понимает, что этот картофель у него долго не сохранится. Он начинает пропали. На самом деле, я так понимаю, что большое количество вебинаров, которые проходят сейчас у нас в стране. И в целом мире. Не только в стране, в целом мире. Ну, наверное, я бы хотел высказать немножко свое мнение. Герой Васильевич, мы вас слушаем. Все-таки возвращаемся. Да, готовим сани с лета к зиме, а хранилище... Мы исходим сегодня из простых вещей. Первое. Хранение – это составная часть производства овощей. И раз это составная часть производства овощей, то мы должны понимать, что это за производство. Это очень сложное производство, многофакторное, и, будем говорить, зависит от разных, от внешних факторов. Поэтому все, что мы можем подготовить со стороны стабильно, а это в первую очередь, естественно, здание. Это техника, которая будет принимать, убирать продукцию, да, потому что на хранилище мы считаем, что самое сложное – это загрузить и его потом разгрузить. Вместе с тем микроклимат для хранения продукции – это тоже очень сложный процесс биологический, да, то есть он и технический, и технологический сложный процесс. Его тоже нужно понимать и правильно к нему готовиться. Как правило, все руководствуются на сегодняшний день. Стоит задача пассивная, с одной стороны, но с другой стороны, когда мы уже увидели, что у нас такой-то будет урожай, у кого 200 центеров с гектара, у кого 600 центеров с гектара, то есть начинается у всех проблема. Я возвращаюсь к тому, что все-таки это должен быть плановый, это производство, это заключительный этап. На этом этапе формируется окончательно экономика производства, и это надо учитывать и готовить саги к зиме с лета, а хранилище нужно начинать с весны, потому что это финансово-емкий процесс, конструктивный, будем говорить, организационный, со всех параметров. Это сложный процесс, поэтому я однозначно говорю, чем раньше начнешь, а лучше еще с декабря начинать, когда ты уже знаешь свой потенциал. Теперь вернемся к критериям, задачам хранения для любого производителя сельхозпродуктов, в данном случае мы говорим о картофеле, у него есть четкое назначение продовольствия, промпереработка семена, в зависимости, так сказать, от специализации. И каждый находится, это не серийное производство, каждый находится в своих индивидуальных условиях, у каждого свой тип здания, свои почвенно-климатические условия, свой, так сказать, семенной материал с разными сроками вегетации, сроками уборки и прочее. Все это должно учитываться, поэтому я не буду перескакивать к следующим вопросам специалистов и так далее, но базово, возвращаясь к типу хранилища, когда об этом думать, мы разделяем сразу на две категории. Первое, это хранилища производителей продукции, это сельхозпредприятия, которые должны заниматься производством и должны обеспечить качественный продукт с высокой товарностью и с оптимальными низкими затратами. Мы это видим задачу для производителя. И овощные... Видимо, лучше, знаешь, пока докладчик нет, я прикрыву, может камеру лишний раз выключай, чтобы поток такой у него громадный. А то у нас, когда докладчик начинает задыхаться... Я пропадаю, да? Не, ну ты здесь, а мы слушаем тебя. Да, давайте по очереди попробуем. Я уже постараюсь, так сказать, свою мысль закончить. И вторая категория мы рассматриваем, это овощные терминалы. Функция этих овощных терминалов, да, то есть собрать, получить продукцию, рассортировать ее по видам, по назначению, зафасовать. Тем более, сегодня стоит задача не только обеспечения продовольственной безопасности внутри страны, но стоит сегодня задача выйти на экспортный потенциал, да, то есть обеспечить, согласно мировых критериев, качество продукции, а в него входит не только сама продукция, но еще и качество упаковки и логистика, естественно. Значит, овощные терминалы, они у нас выделяются как бы в отдельную категорию с отдельным функционалом и с отдельными, так сказать, требованиями для них. Ну, в данном случае к ним же будут относиться сегодня и ОРЦ, оптово-розничные центры. Ну, они не зря на свет появились. И, естественно, для двух этих основных типов хранения хранилищ есть и свои критерии, и свои, так сказать, очень многопрофильные, многообразные требования. Вот. Поэтому, возвращаясь, какие типы хранилищ и как их подготовить, конечно, в первую очередь нужно было бы четко учитывать вот эту градацию, потому что в общем можно говорить о многом, а конкретно, если мы говорим о производителях продукции картофеля, да, мы должны четко понимать их целевое назначение, четко понимать их логистику, и, естественно, ключевой вопрос, их основная функция, задача – это произвести и сохранить товарный, качественный продукт. В этом плане, ну, я не буду заглядывать дальше, но в первую очередь для хранения следующим этапом это будет, конечно, травмируемость, сам биологический продукт, сами технологии уборки, они для разных регионов разные, у кого-то прямоточные, у кого-то поточные, у кого-то перевалочные. И здесь от типа хозяйства, от его размеров, от условий почвы, здесь формируются, так сказать, критерии к тому, какое хранилище ему необходимо. Ну, пока я остановлюсь. Юрий Васильевич, можно вам пару вопросов? Коллеги, у меня вопрос, Константин Алексеевич. У меня вопрос к Юрику Васильевичу, да, и все-таки к Вадиму Николаевичу, вот двум специалистам. В нашей стране большое количество хранилищ уже построено, да, чтобы не писали там средства массовой информации, что нам не хватает места для хранения. У нас есть большое количество хранилищ. Большое количество хранилищ построено ангарного типа, да, навального хранения. В одной части мы не сможем их перестроить, не сможем их модернизировать, большие деньги выложить. Что в данный момент предприятиям хозяйствующим сделать для того, чтобы увеличить срок хранения и качество хранения продукции в этих хранилищах? Малой крови, скажем так. Ну, наверное, сейчас есть смысл говорить о том, что стоит задуматься о серьезных изменениях климата, которые происходят. Соответственно, просто-напросто зачастую, наверное, никто не скажет, каким будет будущий год. Соответственно, те системы, которые, наверное, будем так говорить, закладывались в системы климат-контроллер, зачастую у нас могут и может быть просто на то, что нас уже и не спасут. Потому что бывают уже такие теплые зимы, ну, просто-напросто, особенно на этом, братья региона ближе к югу, что необходимую для хранения продукта температур найти просто невозможно. Поэтому поставка холодильного оборудования, скорее всего, в ближайшее время станет просто насущной необходимостью. И до оборудования их, этим оборудованием, как бы, просто существующих хранителей, это тоже, будем так говорить, наверное, и необходимость. И я думаю, что хозяева, которые думают о качественном хранении и о хранении длительном, скорее всего, наверное, должны об этом задуматься в первую очередь. Ну, мы из практики, то, что мы наблюдаем, у нас есть объекты в Волгоградском регионе, есть в Пензенской области, в Ярославской зоне, в Северной, так сказать, западной зоне. Но, в целом, изменение климатических условий – это, конечно, очень важный фактор. И как базовый путь решения этого вопроса, то есть, естественно, хранилища уже стоят, они оснащены каким-то оборудованием, вентиляционным. Естественно, сегодня стоит вопрос интеграции, то есть, обязательно дооснащения холодильными установками для, так сказать, обеспечения оптимальных условий. Другой вопрос, что на сегодняшний день технологии должны быть, первое, это ресурсы энергосберегающими однозначно, потому что я вам отвечу очень просто. Мы работаем не только в сегменте картофеля, а работаем в сегменте и овощной продукции. Что на практике происходит, особенно по капусте, по свёкле, по моркови. До января месяца холодильниками пользуются, учитывая их ресурс энергетический и эксплуатационный. А потом просто его выключают и идут искусственно на затраты, потому что себестоимость уже к марту, к апрелю месяцу при использовании холодильника, она просто теряется смысл полностью. То есть, смысл для производителя хранить в таких условиях просто теряется. Значит, требуются новые решения, требуются новые подходы. Причём новые подходы не только со стороны производителя, но и со стороны сегодня и государства. Мы должны, ведь государство ставит задачу, что оборудование, которое должно быть, оно должно быть пятого технологического уклада. И в своих речах и Путин, и у нас в Беларуси требуют, чтобы мы произвели технологический скачок. А как его произвести? Это значит, нужно взять всё, что в мире есть новейшего и лучшего в области электроники, в области аэродинамики, вентиляции, электротехники, и применить это и получить в самом деле качественный продукт для фермера или для производителя сельхозпродукции, чтобы он мог круглогодично хранить свою продукцию с высокими товарными качествами, но при этом его, так сказать, труд должен приносить ему прибыль. А если он ему приносит убытки, это только в советские времена могли бегать потом и говорят, дай нам шеф дотации, потому что мы уже в убытках, мы вот что могли, то сделали, но сегодня другие времена, этого не будет, никто не даст никому лишних денег. Поэтому, естественно, на производителей оборудования, микроклимата, строительных конструкций и так далее, мы здесь налагается большая, так сказать, ответственность, и мы должны двигаться всё время вперёд. Я сейчас не в виде упрёка, а я как бы говорю о нашей позиции, как мы подходим к этому вопросу. И мы сегодня разработали линейный ряд с не внутренней установкой, а с внешней установкой, как раз для бескаркасных, от 100 тонн до 1000 тонн модульного исполнения на новейших электронно-цифровых платформах. Это даёт, в первую очередь, снижение и с возможностью интеграции холодильных установок, такой симбиоз активной вентиляции, адаптивной активной вентиляции на новых технологиях и холодильниках. Мы получили результат сегодня в 5-6 раз снижаем потребление электроэнергии за весь период, до мая месяца, за 8 месяцев хранения. И при этом, естественно, получаем высокую товарность за счёт применения более глубоких параметров агротехнологии. То есть это, в первую очередь, ровные температурные поля, антиконденсат, антистресс, то есть не должны допускаться овощи, это биологически активный продукт. И особенно, если говорим ещё о семенном картофеле или картофель на промпереработку, где хранение идёт при температуре от 8 до 12 градусов в зависимости от назначения. Естественно, такой продукт с интенсивным дыханием, с повышенным, естественно, это комплексное применение не только высококлассной техники однозначно, естественно, в сочетании с различными ингибиторами, которые позволяют получить высокий продукт с высоким выходом, что обеспечивает хороший выход у производителя, переработчика. Просто вопрос содержания сухих веществ, которые тоже тратятся на хранение, они уходят, этого не должно допускаться, понимаете. И содержание тех же редуцирующих сахаров, и уже пищевые ценности продуктов, всё это имеет значение. Мы сегодня живём в 21 веке, век уже цифровых и других информационных технологий. И сегодняшнее оборудование для фермера, оно ничем не должно быть хуже, чем для нефтяных компаний добывающих или так далее. Почему? Потому что производить овощи – это тоже очень тяжёлый ресурсоёмкий труд. И сюда должно поступать только лучшее. Лучшие идеи, лучшая техника, лучший высокий КПД, как минимум 95-90%. И, естественно, это только может обеспечить, дать хороший результат. Юрий Васильевич, я не могу сказать, что здесь не нужно. Всё-таки не будет хозяйства, которые уже имеют хранилища, парочные, с вентиляцией. Я понимаю, я хотел по этому вопросу... Ну, давай, Алексеевич, скажи, пожалуйста. Значит, вот моё мнение, да, глубоко, так сказать, профессионально уже в данной конкретно нет, потому что я с этими арочными хранилищами боролись достаточно давно. И основной процесс борьбы заключается в достаточно простой вещи, да, то есть дело в том, что арочные хранилища представляют из себя достаточно, скажем так, особенно навального типа – это просто много картофеля, хранящегося одновременно. Вот, то есть много картофеля сосредоточено в одной камере. Основной проблемой, я, кстати, считаю даже не то, что, ну, как Юрий Васильевич сказал, опять технологический указатель, я не считаю это как ароматной проблемой. А проблема достаточно простая. Человек построил себе это хранилище, реагирует, построил галерею, начинает этот продукт квантовать для сетей. Он виден в сетях добавочную стоимость. Но это не его профессиональная деятельность. В результате чего он – это несчастное хранилище, да, то есть ароматных размеров, в котором лежит, вот сами все прекрасно знают, какое количество тонн, значит, освобождая в течение, там, месяца, полутора. Так какого количества у него будет, там, через две недели картофеля? Треной, да. А все почему? Потому что не надо было квантовать. Надо было просто проводить инспекцию картофеля, да, или не проводить инспекцию картофеля, точно так же навалом сгрузить тем людям, которые работают в пекинг-хаусах. Вот это как раз и есть задача государства, но государство ее не решает. Хорошо, друзья, давайте ее будем решать на кооперации. Сейчас эти все возможности есть. То есть это, там, тот же самый, там, ОРЦ, как мы говорим, там, пекинг-хаус, стратегический центр, не должен производитель осуществлять упаковку, особенно, знаешь, когда они начинают осуществлять упаковку в 2,5 килограмма. Там, на вот этой вот машине, там, на мантере, или там, на любой другой, да, то есть он там начинает ее производить. В результате чего он может отгрузить в сутки 30 тонн, сколько он отгружает в это хранилище. Мы никто не занимаемся простейшей математикой. Да, мы видим эту добавочную стоимость где-то там на горизонте, но мы планомерно идем на то, что наш продукт будет в течение практически всего этого периода открыт. Да, ворота открыты. Если транспортерная подача, запитка с хранилища, то есть скрота запитывается на упаковочную линию, то мы просто мало того, что мы берем уже продукт плохо, то есть он не подготовленный, мы его введем в эту линию и потом обижаемся на то, что все эти у нас это не приняли. Мы не сохраним таким образом продукт, мы только его погодим. Поэтому в моем понимании, да, еще, кроме всего прочего, основной из проблем нашего хранения, то сапоги должен точить сапожник, да, а пироги должен печь пирожник. То есть вот моя как бы глубокая-то. И еще я хотел бы у коллег затронуться спросить, то есть при охлаждении, как вы считаете, нужно ли применение соответствующего увлажнителя, потому что климат у нас стал зачастую не только, скажем так, темным, но и достаточно сухим, да, то есть мы не можем загнать в хранилище и влажности, то есть тех параметров, которые необходимы для лучшего сохранения картофеля. Спасибо. Кто первый, как говорится? Давайте. Я, Валерий Николаевич, да. Валерий Николаевич. Давайте попробую ответить. По поводу хранения с увлажнителями, ну, наверное, сейчас как бы необходимость, это тренд. Другой разговор, конечно, что контрольно-измерительное оборудование, которое стоит в хранилище, оно должно фиксировать влажность, и там, если оно как бы бездумно лить, смысла тоже нет, да, то есть должна стоять автоматическая система, которая будет определять, должен включиться увлажнитель или не должен включиться. Особенно, конечно, это касается хранения под холодом. Вот, если говорить про картофель, то здесь, ну, на самом деле, как бы, вот я с Юрием Васильевичем согласен, да, во многих вопросах. Безусловно, как бы, холодильник сам по себе, вещь энергоемкая, здесь дорогая, и это действительно, вот, мы на своем опыте, и вы, наверное, и мы знаем, что покупка такого оборудования для фермеров, особенно, она достаточно накладная. Поэтому идут они, надеюсь, опаской, и зачастую покупают такие холодильники, которые на самом деле им не нужны, потому что просто-напросто им продают вещи, ну, будем так говорить, холодильники, которые не обеспечивают тех параметров, которые обеспечить они должны. Если говорить про хранение картофеля, то есть, ну, в моем понимании, учитывая то, что картофель мы охлаждать можем максимально на 1 градус в сутки, то, конечно, это не морковь, да, там без холодильника не обойтись. А здесь его, как бы, тоже нужно применять разумно, и, безусловно, хранять его постоянно, если есть возможность охлаждать воздухом, да, наружно. Конечно, смысла нет. А вот для поддержания в сложные периоды эта вещь, конечно, нужна и хорошая. Другой разговор, опять, можно говорить только о том, что достаточно гордый, и энергоневка, и, соответственно, как бы затраты, затраты молитой энергии, как бы, так есть, будет дополнительная, дополнительная стоимость возникать, чтобы нужно как-то отлить. Поэтому, конечно, ну, будем так говорить, не просто все это двигается, но тот, кто задумывается, что вперед смотрит, он все силы будет к тому, чтобы, ну, продавать-то уже каждый год, а не только в хорошем году. Выдастся, похоже, в год, сгнаешь весь продукт и останешься на нулях. Ну, и, можно сказать, бизнес-проект закрылся. Поэтому, я думаю, что вот это, как бы, такая вещь, без которой, ну, как бы, тяжело не было, наверное, в ближайшем будущем не обойтись. А то, что, на самом деле, как бы, вот эти модульные хранилища, про которые вы говорили, и модульные установки, да, сейчас интересный такой тренд, и это правильная, конечно же, вещь. Вот мы добираемся в своих, в своем оборудовании на голландском, в первую очередь. Вот голландцы старательно нам всегда говорили, что более, больше тысячи тонн в одной камере храниться не должно. И, по большому счету, мы к этому примерно и старались идти. И наш типовой проект, ну, он, конечно, маленько там побольше получается, потому что в арке, на самом деле, дробить на маленькие камеры достаточно проблематично. И вот даже тот проект, который мы предлагаем на рынке, из двух камер. Ну, там две камеры, они по 1300, ну, можно в него 1500 положить. Ну, вы просто перекрыли в середине, по сути своей. Ну, да, да. И, кстати, получилось очень удачно по нескольким причинам. Если кто-нибудь видел, как арочники складываются, они складываются все в центре. Да, да. Ну, это, ну, это, ну, это, ну, это, ну, это, ну, это такая получается, да. Да, 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 эпюра получается, то есть торцевые стенки держат, а, как бы, в середине, получается, слабая зона. И вот эти две перегородки, которые стоят в центре, и плюс там еще опора под ворота, они там создают дополнительные опорные точки. Да, и в итоге наши арки стоят, ни одна не падает. Вот, слава богу, промоточка летает. Я постучу под дерево, да? Да, да, да. Тем не менее. Потому что есть еще и ветровая, наверное, узкая, и еще какая-нибудь сисмическая зона. Да, факт остается фактом, да, то есть у нас самое северное наше хранилище стоит в Сыкт-Петербурге, в 6-й снеговой зоне. Да, стоит. И что, стоит еще до сегодняшний день? Ну, раз, стоит. Сервис-то угодно стоит, да. Я очень извиняюсь, конечно, принципиально у технологии Тургора-М подход у нас принципиально другой. Он был в базисе еще 12 лет назад заложен. Мы в первую очередь исходим из того, что картофель в период, после лечебный период, охлаждение с 15 градусов до 3 градусов, грубо говоря, да, там по градусу, влаговыделение при 15 градусах порядка 16 грамм тона в час. При основном хранении влаговыделение составляет в районе 5-6 граммов в час, в зависимости от качества продукта, его степени травмируемости. То есть, это огромное влаговыделение, это доходит до 120-200 литров в сутки воды, да, то есть выбрасывается. Технология, почему мы приняли технологию на центробежных вентиляторах с высоким статическим давлением, соответственно, с меньшей кубатурой воздуха? Чтобы уменьшить скорость движения воздуха, это, во-первых, раз, повысить эффективность площади фильтрации. То есть, обеспечить хороший обдув межклубневый и так далее. И, соответственно, за счёт специального программного обеспечения, за счёт цикличного вентилирования максимально насытить относительный воздух, чтобы у него парциальное давление было всегда выше внутриклеточного. С этой задачей без электронно-цифровых средств контроля, то есть, в данном случае трёхуровневая система телеметрии, позволяет нам только этого достичь. В стандартных системах холодильных установок или активной вентиляции с высокой кубатурой до 120 кубов воздуха на тонну хранимой продукции при высоких скоростях и низком потенциале воздушного потока добиться этого невозможно. Поэтому в таких системах происходит пересушивание. В данном случае я бы посоветовал тем, у кого уже стоят установки, уже оборудование стоит, к этому вопросу очень внимательно относиться. И если есть возможность включения, так сказать, ступенчатого включения вентиляции с учётом темпов загрузки хранилища, относиться более бережно к сохранению, так сказать, внутренней влаги. То есть, однозначно, влажность можно достичь и за счёт естественного влаговыделения. Константин Алексеевич, я к вам обращаюсь в данном случае. Конечно, принципиально подход заключается, влага нужна, и без неё, без относительного влага, это живые овощи. Они просто, понимаете, они, естественно, потеряют тургор, они потеряют сухие вещества, потому что на биохимической процесс тоже тратится не только влага, но тратятся и сухие вещества. Значит, изменяется... Да, из-за этого меняются всё, и вкусовые, и другие качества, и так далее. Тут факторов очень много. Мне сложно сейчас говорить, потому что их уже настроили, их очень много, и у кого-то, я совершенно согласен, без головы, 2500 тонн, 3000 тонн загоняют в это бескаркасное хранилище. Я, откровенно говоря, с точки зрения, как производитель оборудования, мы анализируем, так сказать, да, и даём советы тоже нашим потенциальным клиентам, других консультируем. Я по многим причинам против этих бескаркасных. Да, у них низкая себестоимость на стадии строительства, но, извините меня, огромные, то есть они занимают площади, эти площади требуют, естественно, облагораживания, это тоже вложения большие. Я считаю, что хранилища должны быть эффективными, компактными, удобными, и они должны экономить на каждом шагу, понимаете, и на процессе загрузки, и на процессе реализации. Поэтому я лично сегодня однозначно убеждён, что ни какая дешёвая конструкция бескаркасника не заменяет нормальное каркасное хранилище по ЛСТК технологии с правильной конфигурации, с правильной, так сказать, расстановкой компактной, которая позволяет в этом хранилище разместить многофункционального назначения. Несколько камер с оснащёнными холодом, без холода, с разным назначением, понимаете, для именно производителя, потому что реально у него задачи совершенно разные стоят. Ему нужно хранить семена, ему нужно хранить ранний продовольственный картофель, который реализуется до 1 января. Ему нужно длительное хранение, разный функционал, разные технологии хранения и так далее. Это в бескаркасниках реализовать. Знаете, у нас в Белоруссии была такая убрать всю картошку из буртов. Но у нас пошли другим путём. Правильно, у нас пошли восстанавливать коровники, всякие там клюшечники и так далее. Пошли их модернизировать, понастроили, понаделали. Ну, слава богу, многофункционально, многофункционно и так далее. И, в принципе, как бы результат получили. Но у нас не стояла задача огромного крупнотоварного производства, потому что ресурс Белоруссии сам по себе не позволяет это сделать. В своё время тоже погнались за экспортом, ну, чтобы на экспорт, а вместо того, чтобы специализироваться на качественном продукте и развивать свою уже переработку, я, Константин, совершенно согласен, а погнались за экспортной выручкой. И в результате пшик сегодня в Белоруссии реально снизили посевные площади до 20 тысяч гектар всего лишь. И реально нету качественного картофеля. То есть, реально его просто нет. Сегодня вот те заводы несколько, которые у нас поставили на переработку, на тот же, на крахмал, на картофельную крошку. Они закупают сырье из России, потому что качественного продукта... Да, сегодня закупают из Брянска, из Тульска и так далее. У нас есть такая Сула Плюс хозяйства, которая поставила завод и не может его вывести на мощности нужные, которые нужны, потому что нету продукта. Хотя, вроде бы, Белоруссия завалена ещё, ты же понимаешь, картошкой. Реально качественного продукта нет. Вот. Теперь возвращаясь всё-таки... Возвращаясь, мне сложно сейчас, чтобы это не выглядело как реклама, да, там, то есть, начнёшь пропагандировать и говорить. Понимаете, как бы сказать, мы новая технология, мы её 12 лет отрабатывали, и мы идём к тому, мы сейчас сделали у нас более 80 объектов, но всё равно это ознакомительный порядок, все наблюдают. А какой эффект получит и так далее. Другая стоит задача, что сегодня уже есть объекты, созданные, построенные, и у них нет эффективности. А ещё в условиях изменения климата, повышения температуры и прочее, прочее, стоит вопрос, за счёт чего же всё-таки надо жить, надо работать и как-то так. Ну, первое. Возвращаюсь к специалистам. Без обучения, без технологов, без понимания, без вот этого аврала, гонка, да, когда ставят хранилища, там, с 40 ангарами на 100 тысяч тонн, по 2,5 тысячи каждая, извините меня, на активной вентиляции просто построена, без учёта, ну, климатических, почвенно-климатических условий. На чернозёме ставят, извините, какие голландские системы будут на чернозёме продуют, ещё гаугель, как бы там плюс-минус с их технологией, с вентилятором, ещё как-то, а всё остальное, ребят, это ж просто, они вдули сюда, как положено, на миллионы долларов оборудования, но оно же реально не даёт эффекта. Наши российские коллеги пошли по пути ребрендинга, то есть, грубо говоря, берут голландские технологии и ставят на свою, так сказать, материальную базу. Это тоже не путь. А если прислушаться к ведущим агрономам, которые работают в этой сфере, уже практика наработана, надо думать срочно о внедрении новых технологий в области именно воздушного потока управления, температурно-влажностными, конденсатными и, самое главное, стрессовыми условиями. Классика жанра. Господин Шпар ещё в 70-х годах чётко написал, самая главная задача в уборочный период, самая большая проблема – это травмирование, травмы. Травмы и стрессы. Соответственно, на первом, мы считаем, есть два ключевых периода, когда теряется, будем говорить, товарность. Это на осенний-зимний период, период закладки на хранение, и в зимний-весенний период, когда, простите меня, идёт стресс, прорастание, и системы не позволяют управлять, идёт прорастание. На прорастание теряется до 12% реального веса. Турбор теряется и так далее. Вот в рамках этого нужно и подходить. Я сейчас о критериях говорю. Поэтому цель нашей беседы сейчас как бы вот обсудить, что было, что есть, что будет, куда двигаться. Я хотел, конечно, всё-таки спокойно. Верий Васильевич, интересно Вас слушать. На самом деле, давайте вернёмся к реалям 20-го года. Сложусь ситуацию, нам необходимо понять, каким образом подготовить хранилища в данных реалях. Я думаю, что у многих предприятий и производителей сейчас не до длинного рубля, не до большого рубля. Овощи нужно вырастить, сохранить. Поэтому я хотел бы от Вас услышать ряд рекомендаций на 20-х годах. Могу я точно как спекулянт сказать? Не-не-не, Костя, не перебивай. Это специальный вопрос. Я кратко отвечу. Костя, ты зря меня перебил сейчас. Потому что здесь практический вопрос. Дело в том, что Виктор задал практический вопрос. Надо чётко понимать, что такое зона хранения. Первое. Это герметичность, соответственно. Это обеззараживание, санитарная зона. Потому что после хранения урожая, если они будут грязными и убирать будут за неделю, и обрабатывать дезинфекцию, дезинфекцию будут проводить за неделю до закладки, реально, это сразу потери урожая. Как минимум 15% это коту выброшенный под хвост. Это первый вопрос. Второй вопрос. Естественно, человек, который будет заниматься, отвечать за хранение продукта, он должен быть подготовленным. Он должен понимать биологию пород, климатику, все условия. Он должен понимать технологию закладки. Если он это понимает, с любым оборудованием он уже получит плюс 10%, 15%. Это серьёзные деньги. И третий вопрос. Естественно, оборудование должно быть работоспособным, а не так, что приходит, извините меня, сентябрь месяц, у меня сегодня на обслуживании 80 объектов, и у меня начинают обрывать все телефоны, мне там вот нужно датчик, мне нужно это. Мы не можем содержать по 15-20 бригад, то есть по 3 специалистов высокого профиля, для того, чтобы их потом обслуживать. Готовьте сани к зиме с весны. Я даже не с лета, а с весны. Закончили, убрали, чистенько всё привели, сделали непосредственный анализ, диагностику этого оборудования. Это и легче затраты, и легче работы провести специализированным компаниям, и нужно хранилище готовить заранее. У них идёт выручка на последнем урожае, потом на ранних, так сказать, продуктах раннего. Есть выручка, есть движение денег, потратишь сегодня копейки, завтра приобретёшь тысячи. То есть надо по-умному. Всё, я ска закончил. Ну, наверное, я с Юрием Васильевичем плохуюсь. Действительно, одна из проблем была вентиляция и проверять не нужно ежегодно. То есть у нас тоже там будет большое количество очень объектов, на самом деле более трёхсот реализованных за годы нашей работы. Ну, не все, наверное, уже как бы сейчас обращаются к нам, потому что там у Агровента там были и первые системы Агровента, на которые сейчас уже запчастение начнёт. Тем не менее, даже и к этой системе обращаются. Конечно, стараемся никого не отказывать, но тоже, наверное, вынуждены согласиться, что мы не можем содержать 15 бригад, которые бы выезжали в решающий момент в таких. Тогда идёт ещё в то же время и монтаж новых систем. Поэтому заботятся о этом. Нормальные ребята, кто задумываются, не понимают. Они этим занимаются в мае, в июне, когда хранилища пустые. И когда у вентиляционщиков есть более или менее несвободный период времени для того, чтобы провести диагностику, теперь заказать запчасти, завести их и смонтировать, если они не отказаны. Ну и, соответственно, на самом деле, по подготовке хранилища, да, тоже каждый год, ну, естественно, их перефицировать. Каждый год нужно проверять, на самом деле, по теплоизоляции. Ну, это, наверное, два, скорее всего, главных параметра, которые расстат и решающие значения оказывают, как будет хранение проводиться. Вадим Николаевич, чуть-чуть. Нет, я буквально два слова по бескаркасникам. Особенно в зимний-весенний период проблемы с напылением ППУ. То есть, две проблемы мы, так сказать, наблюдаем их. Первое, это, во-первых, недостаточно качественное напыление, то есть, всё время ППУ отслаивается, и в связи с тем, что в верхней зоне при пониженных температурах, соответственно, там начинает образовываться конденсат, он начинает впитываться в этот ППУ через 2-3 года эксплуатации, практически это ППУ напыление теряет свои теплоизоляционные свойства. Здесь я просто откровенно хочу. Это проблема. То есть, с ней нужно разбираться. Или всё-таки использовать Типофол, тот же, да, который, я не буду сейчас рекламу, но он с точки зрения монтажа и с точки зрения эксплуатации, мне кажется, он более надёжным и совершенным, чем напыление ППУ. Напыление ППУ – это очень сложный технологический процесс, требует и температурных режимов, и так далее. И, ну, хотя у меня есть пример, я сам, у меня хранилище было бетонного типа с напылением в 15 см ППУ, и оно у меня простояло 20 с лишним лет, и никаких отслоений не было. Я думаю, что это просто не отработанный до конца технологический процесс, но я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой – отслаивание ППУ, натягивание конденсата, потеря теплосвойств, а, соответственно, о каком микроклимате мы можем тогда говорить в зоне хранения, тем более, 2000 тонн продукта, у которого сумасшедшее влаговыделение, но они по весне просто текут, они плачут, то есть там всё течёт, потому что фактически внутри температура, грубо говоря, 4-5 градусов ночными поддерживается, а днём доходит уже до 18-20, и, естественно, весь всё это сверху начинает конденсировать и просто течь, и никакая вентиляция, никакой мощности с этим справиться не может. Вот это есть проблема. То есть к ППУ нужно относиться очень серьёзно, очень ответственно. первое, со стороны производителя, значит, нужно на него наложить ещё более жёсткую ответственность за качество проведения работ, или искать ещё какие-то альтернативные решения с точки зрения утепления, вот именно этих бескаркасов. На мой взгляд, это проблема. Если позволите, я с Васильевичем в чём-то соглашусь, в чём-то нет. То есть я вот считаю, что по бескаркасникам, по ППУ, наверное, всё-таки какого утеплителя, наверное, альтернативы нет. Мы пробовали разные варианты, но на самом деле всё это получается у копия. Наверное, главное из качеств, ну, два, наверное, качества. Во-первых, очень низкая влагопоглощаемость этого материала, да, то есть он практически влагу не поглощает. Если такие примеры присутствуют, то здесь либо нарушение технологии нанесения ППУ, либо просто ППУ, который изготовлен кустарным способам. Вот если брать качественные материалы, да, то есть не буду рекламировать, наверное, у всех не будут те материалы, которые продаются лучше всего. С этими материалами подобные проблемы не возникают. А вот по второй части выступления целиком мы полностью согласны, что процесс этот на самом деле очень сложный, очень ответственный. И на самом деле надо здесь смотреть и температурные режимы, и влажностные режимы, соответствующим образом регулировать оборудование. И только так, наверное, можно уйти от тех проблем, которые Юрий Васильевич озвучивает. Ну и потом по, будем так говорить, по консату, это, скорее всего, наверное, проблема только в том, что недостаточный слой нанесения пенополиуретана, ну или может быть, опять же, какие-то нарушения технологии. И ППУ уже на самом деле достаточно большое количество, да. Там есть закрытая ячейка, открытая ячейка. И есть такие деятели, которые, извиняюсь, впаривают такие вещи, которые на самом деле просто-напросто нельзя делать в картопере хранит. которые влагу на самом деле не держат. Если вот такую вещь сделают, то, пожалуйста, получат такой результат. А в целом, конечно, да, это на самом деле непростая технология, и дилетантом ей заниматься не стоит. Ну, я хотел бы добавить, что, конечно, проблема была связана, что все, сегодня критерий был, цена, сколько стоит. Это первая сторона медали. Вторая сторона медали, что доступ к ресурсам на стадии строительства у разных компаний, по-разному. У грузных компаний они вложили большие деньги, не получили потом результат и получили потом проблемы. Ну, они как-то их потом за счет других бизнесов закрывают. А для среднего производителя, фермера, я знаю, и по Брянской области, и по Тульской области, люди просто становятся банкротами. То есть, цена вопроса очень важная. То есть, в данном случае, я еще раз обращаюсь, мы не ведем, мы занимаемся только производством микроклимата. Мы отказались вообще от любых попыток брать под ключ там и заниматься всем. Каждый должен заниматься качественно своим делом. Строишь – строй хорошо, но под полную ответственность вплоть до личных штанов. Делаешь оборудование – несешь ответственность за технологию. Меня смущает другой вопрос, что у хранения есть два аспекта – технический и технологический. Техническая сторона медали – мы тебе поставили вентиляторы, поставили шкафы управления, поставили два датчика, все работает, вентилятор крутится, кнопку. Но почему-то гниет, почему-то не продувается, почему-то потом выход товарной продукции 70% от заложенной. Вроде же все нормально было. Где пересушили, где недолечили, где третье-десятое. Ответственность на технологических компаниях, которые производят климатическое оборудование для хранения овощей, очень высокая. И когда этим начинают, а у нас, например, целая куча вентиляционщиков, рынок птиц и коровников упал, пойдем заниматься вентиляцией овощехранилищ. В Европе по пальцам считанные компании, которые занимаются технологией хранения, глубоко занимаются, с полной ответственностью. А у нас, получается, все занимаются хранением вентиляции для хранения. Мы поставим вам вентиляцию. У нас сегодня интернет весь забит. Поставляем массовые вентиляторы для хранения. А что, мы шкаф сделали, все будет включаться ступенчато, экономно и так далее. А сколько у тебя денег есть? У меня есть 500. Мы немножко сейчас от темы отклоняемся. Виктор, я вообще сейчас обращался к заказчикам, чтобы они немножко свои мозги прочистили. У нас здесь коммерческий отдел хочет сказать пару слов. Я потом предложу. Значит, первое, да, вот в моем личном мнении, да, ну, первое, да, мне интересно просто вот у Виктора узнать, кто является основными слушателями нашего вебинара. То есть это владельцы бизнеса или это, соответственно, среднее звено бизнеса, потому что от этого зависит ответ. Но ответ начну сначала не зависит от того, какое звено нас слушает. Первое. Значит, коллеги, господа, друзья, уменьшайте размер ваших камер, обращайтесь к Вадиму Николаевичу, я так понял, что у него прекрасно получается вопрос разделения вот этого, так сказать, сравнивища хотя бы на две части. И это уже будет громадным плюсом, да, то есть, потому что, значит, это решит громадное количество проблем, потому что скорость выборки у вас будет совершенно другая. Дело в следующем. Вот мое личное мнение. Стоит нам столько денег тратить до хранения, чтобы в течение буквально суток, пока мы этот товар выбираем из хранилища, готовим его для продажи и кладем в фуру и доставляем до поставщика, ведь мы взяли зачастую из хранилища хороший товар, хороший, а к поставщику пришел длинной товар, да, почему, потому что нарушены технологические режимы, связанные с выгрузкой товаров, подготовкой товара к температурному и так далее, да, то есть там заполечивание, переполечивание, в результате чего-то он у него еще на складе у нашего, так сказать, там, либо у сети, либо у перекупщика, там, подготовителя, да, постоял два дня просто в температурном режиме плюс восемь с замотанной пленкой, да, в палете, и все, и у нас еще раз потекло, да, а мы не поставляли товар, который должен был течь, мы поставляли блестящего качества товар, все приезжали, ахали, какой прекрасный картофель, какая прекрасная морковь, то есть это первое, соответственно, уменьшайте и плюс ко всему прочему вызывайте специалистов, не рекламируя себя, хотите любых других, которые вам напишут технологическую карту, как этот товар логистически должен двигаться до погрузки в автомобиль и даже до момента прихода, контролируйте эти моменты, потому что вот это уже будет, грубо говоря, не пятый технологический уклад, а шестой технологический уклад, в котором мы контролируем товар до поставки сил, до его прихода на полку, и это очень важно. Второе, значит, что бы я хотел сказать, это если нас слушает хотя бы кто-то, условно говоря, из владельца бизнеса, это обязательно спросите сейчас у своих друзей-агрономов, у всех тех людей, которые занимаются хранением, спросите их технологию хранения, их технологические карты, технологию выгрузки, технологию погрузки, пересмотрите еще раз очень-очень внимательно, что вы делаете на вот этих трех моментах, да, плюс ко всему прочему, не поленитесь, а позвоните поставщикам своих семян и спросите, требует ли, условно говоря, вот этот сорт особых режимов хранения? Зачастую некоторые сорта картофеля требуют исключительно особых сортов, способов хранения. Это там либо чипсовые сорта, либо сорта там baby potato, либо еще что-то, ну просто тоже в том числе от величины зависит плода, кроме всего прочего, в этом году особенно, да, то есть 100% моркови в России практически, ну не 100, а 95% заражено склеротинией, но это же почему-то произошло, то есть вся белесая морковь, она не принимается с детями, те, кто, соответственно, занимается с детевыми продажами, должны эту морковь пихивать откровенно за взятки. Почему она заражена склеротинией? Два фактора. Несоблюдение температурного режима и влажностного режима при хранении, и второе, это не дообработка моркови фунгицидами во время ее вегетации. То есть мы на простейшем примере в поле, и чуть-чуть, грубо говоря, наш агроном почему-то решил, там человек, который ответственно за хранение, он не послушался ни людей, которые ему ставили хранилища, ни уважаемых господина Пацука, ни уважаемых там людей, которые там сидят в Синженте, или в Бею, или не будем еще дальше рекламировать компании, которые поставили себе на морковь, и он опять спрашивал, коллеги, а при какой температуре нам надо хранить эту морковь? Они ему сказали же, они ему сказали и температурные, и влажностные режимы хранения, но этого человек не послушался, установил свои собственные режимы хранилища. Я это лично видел в этом году при инспекции порядка восьми хранилищ в разных регионах российской операции, во Владимирской области, в Тульской области и так далее. И везде была одна и та же ошибка. При том, значит, коллеги агрономы, запомните, бензометазон стоит копейки, склеротинья ваша убивает порядка восьми рублей на килограмме моркови. Все. Алгар, я пока закончил. Коллеги, я предлагаю подытожить наш вебинар сегодня и разделить его на несколько веток. Первое, да? Это экономика. Константин Алексеевич, да? Это экономика. Нам нужно понимать, что мы выращиваем, кому мы выращиваем. Сначала кому выращиваем. Кому мы выращиваем, мы решаем, как мы это выращиваем. И разделить это на экономику. Как мы храним, как мы пакуем, какой товар мы собираемся, собственно говоря, продать. Я все-таки думаю, нужно разделить экономику, технику и технологию на два разных блока. Витя, я готов даже больше тебе сказать. То есть на сегодняшний день существует государственная программа поддержки и термеров, и сельхозтоваропроизводителей, при которых для многих из них это будет практически бесплатно. Вот эти гряделки или еще чего-то. Но для этого нужно просто постараться. Для этого нужно, скажем так, поработать над этим вопросом. То есть сделать какие-то определенного рода объединения и так далее. И давайте пользоваться этим ресурсом, пока он в стране сохранился. Пока еще мы не прожирали фонд национального благосостояния, давайте этим ресурсом воспользуемся. Потому что дальше, я не знаю, будет этот у нас замечательный момент, когда у нас такое количество денег в стране будет накоплено, и их некуда будет сделать. Или не будет, мы не знаем. Сейчас он коронавирус, как говорится, бушует. А мы сейчас, именно в этом году, должны сделать все всеми нашими, так сказать, друзьями-аграми, коллегами моими, друзьями, товарищами. Ибо по дали товарищи это люди, которые работают с одним и тем же товаром, значит, мы, товарищи аграрии, должны сделать то, чтобы мы сделали достаточно серьезный, даже не шаг, а, наверное, несколько шагов в сторону действительно нормальных продаж, спокойной жизни и хорошего бизнеса. Всего здоровья. Я, все-таки, попробую закончить наш вебинар сегодня, да, коллеги. Поэтому я предлагаю, приглашаю всех, кто нас смотрит, класс участники, дорогие, да, продолжить дискуссию и, все-таки, разделить блок, потому что нас не хватает как экономического понимания, да, по выращиванию, технологического непонимания, и самая главная проблема это кадры. Ну да, мы ее не коснулись, хотя у меня она записана. Кадры, как прорешают все, да, и как технологии по хранению, как агрономы по выращиванию, так как экономисты по расчетам. Да даже обычный оператор, который у нас должны быть. Оператор приемного бункера. Я вот в этом вопросе скажу, что мы в одиночку тоже этот вопрос не решим, поднимая как проблематику с одной стороны, но с другой стороны, я, допустим, в Беларуси сегодня пытаюсь, тот же институт картофелеводства, тот же институт овощеводства, те же у нас и есть республиканские, у нас сохранились курсы по подготовке, ведущих, так сказать, наших производителей, кто заинтересован в специалистах. Здесь это серьезнейший вопрос. Если не будет грамотных специалистов, то какие бы новые технологии им в руки не дали, они все равно ничего не получат. А цена вопроса – это огромный затраченный труд на выращивание продукта, на его уборку, на его фасовку, сортировку, выброшенные деньги, на строительство хранилища и прочее, прочее. А в конечном итоге экономика недополучает. Сегодня показало, так сказать, без грамотного специалиста до 40% рентабельности они недополучают. Это резерв. То есть я сегодня говорю о тех же площадях, посевных и так далее. Сегодня говорят, нам завтра нужно больше картофеля. Давайте будем увеличивать площади. Что такое увеличивать площади? Это огромный затратный ресурс. А речь сегодня ведется о повышении эффективности эксплуатации того, что сегодня есть. Уже вложено огромное средство, уже выделено, уже модернизировано и техника, и полевая, и уборочная и так далее. Ну, вложены огромные ресурсы. Сегодня стоит вопрос повышения эффективности ее использования. Полностью с вами согласен. Предлагаю тему вебинара не закрыть, оставить открытой и пригласить всех заинтересованных листов и заинтересовавшихся. Ну, и я еще хотел бы попросить. А вы купали какие-то вопросы? Здесь очень хорошо, что ведь вопрос конкуренции. Да, все хотят продавать то, что они делают, с одной стороны. Но, вы знаете, лично, персонально все-таки ответственность за то, что ты продаешь и что с этого потом получает твой покупатель, это точно так же, знаете, как розница должна стоять барьером на пути некачественного продукта с низкими пищевыми свойствами, с низкими потребительскими свойствами. Поэтому розница, она является законодателем требований, она формирует требования. Потом все пищат, а нам там плохо-плохо, нам отказывают, возвращают. Но в этом ее функция, как санитара недобросовестности. Точно так же и функция специалистов, которые занимаются. Мы должны думать немножко о той пользе, которую мы должны приносить потребителю конечным. Понимаете? И нести определенно ответственность за это. Не в свои сани и не садиться. Костя, после вебинара я тебе отвечу, да? Да, хорошо, спасибо. Коллеги, большое спасибо за то, что на все время сегодня пообщаться. Я приглашаю вас на следующие вебинары. О чем обязательно вам сообщу. Спасибо. Еще раз спасибо большое. Спасибо, всем участие. Виктор, спасибо. Всем каде. Огромное спасибо. Удачи, здоровья. Завтра в каждом перезвоню. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...